Полистать самую первую уникальную подшивку областной газеты «Красный Север» могут в Алакжане у библиотеки имени Бабушкина. В Вологде открылась выставка подшивок и раритетных архивных документов «Красный Север» – это наша с тобой биография. Эта экспозиция открывает целую серию различных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею старейшей газеты области. На выставке каждый посетитель сможет найти что-то интересное для себя. Это история области, понимаете? Мне, например, один из сотрудников вчера показал заметку, связанную с историей его семьи. Понимаете, все равно он может найти здесь то, что связано лично, то, что он помнит. Допустим, кто-то, например, помнит, как приезжал к нам Леонов, он найдет и увидит это. Кто-то увидит что-то, что было в период войны. Понимаете, здесь все связано с володжанами, и кусочек своей жизни в тот или иной период каждый может здесь найти. Выставка рассказывает об истории газеты, начиная с 1917 года, когда был выпущен первый номер. Здесь читатель узнает о непростых для издания временах в конце 1930-х, прочтет заметки и статьи, напечатанные в годы Великой Отечественной войны. Есть здесь и подшивки, рассказывающие о приезде первых лиц государства. Посетители смогут проследить, как менялось издание, дизайн газеты, стоимость одного номера. Самый первый номер вышел в свет 1 мая 1917 года. Он назывался «Известие Вологодского совета рабочих и крестьянских депутатов». Спустя два года газета поменяла название. Так началась история Красного Севера. Сегодня она выходит тиражом 28 тысяч экземпляров три раза в неделю. Кстати, костяк основных сотрудников газеты не меняется на протяжении десятилетий. К примеру, криминальный корреспондент Игорь Митин ведет свою рубрику уже почти 20 лет. Менялся подход. Может быть, несколько подачи материала, но отношения в целом, в целом, принципы написания оставались те же. Мои отношения к тому, что я пишу, оставалось тоже быть честным и до конца разбираться в ситуации. Посмотреть выставку в Алакжане смогут в основном здание областной библиотеки имени Бабушкина на третьем этаже. Экспозиция будет интересна как взрослому поколению, так и молодежи, уверяют организаторы.